День с толком Наш край под это требование попадает С 10 по 16 августа у нас зарегистрировано 1639 заболевших Когда будет принято решение об обязательном возвращении к масочному режиму пока неизвестно Но отдельные учреждения, к примеру, Алтайский онкологический центр, такую меру ввели Добавим также, что ковидные госпитали нашего региона заполнены уже на 90% Об этом на днях сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов За неделю пациентов стало на 30% больше В крае на неделе стартовала прививочная кампания от гриппа В регион поступило более 300 тысяч доз вакцины Севигрипп Первая партия препарата предназначена для людей старше 18 лет и тех, кто находится в группе риска А это сотрудники социальной отрасли и сферы образования, медработники, беременные, люди с хроническими заболеваниями и старше 60 лет, часто болеющие ОРВИ Среди противопоказаний для прививки – наличие хронических и острых заболеваний Новое кардиологическое отделение открылось на неделе на базе 2-й краевой клинической больницы скорой медпомощи Здесь будут оказывать помощь пациентам с хроническими заболеваниями Ишемической болезнью, сердечной недостаточностью и нарушениями ритма Зачем больнице, у которой профиль экстренная помощь, плановое отделение? Смотрите далее Новое кардиологическое отделение во 2-й краевой клинической больнице скорой помощи только открылось И уже здесь проходит лечение первые 15 человек Для обследования сейчас есть практически все нужное – суточные мониторы ЭКГ, эхокардиограф и другие аппараты Всего в отделении 30 коек Любая травма, любая патология, легкие, сахарный диабет, поражение почек, отравление Если в токсикологии имеет место быть такой пациент и имеет сердечную патологию Мы в данном случае этого пациента забираем к себе в отделение и, соответственно, лечим По словам докторов, смертность от болезни системы кровообращения в крае остается на первом месте И появление еще одного кардиоотделения в Барнауле позволит разгрузить другие учреждения Ведь в регионе целый пул пациентов с хронической сердечной недостаточностью Которые регулярно нуждаются в плановом лечении в больнице Нам уже направляют пациентов с поликлиник Тех, которые нуждаются именно в плановом лечении, коррекции лечения и дообследовании И после этого лечения либо больной стабилизируется, мы его переводим с рекомендациями на поликлинический этап Либо мы видим, что пациенту нуждается в ВМП, допустим Ну, ВМП – это высокотехнологическая медицинская помощь И мы переводим этого пациента к нашим коллегам с кардиоцентра В будущем медики планируют заняться восстановлением нарушения ритма сердца В частности, электроимпульсной терапией Для этого сейчас закупают специальное оборудование Ожидается, что вскоре в отделении смогут сопровождать пациентов, которые лечатся амбулаторно Анна Рашагирова, день с толком А теперь к новостям образования У Краевого профильного ведомства официально появился руководитель Новым министром назначена Светлана Говорухина Она больше года исполняла обязанности министра образования и науки региона После ухода Максима Костенко Он покинул должность руководителя ведомства по собственному желанию год назад А в Краево вовсю готовятся к началу нового учебного года Так, для школьных столовых почти на 90 миллионов рублей закупили новое оборудование Об этом на оперативном совещании регионального правительства Как раз рассказала новоиспеченный региональный министр образования и науки Светлана Говорухина По ее словам, в самое ближайшее время в школы Края отправится и новое оборудование для столовых И новые школьные автобусы На все затратили больше 200 миллионов рублей Еще 55 автобусов мы ожидаем за счет федеральных средств традиционно Но пока распоряжения еще не видели на эту тему По национальному проекту получено лабораторное оборудование Часть компьютерной техники на прошлой неделе Идет сейчас приемка В этом учебном году во всех школах Края начнут преподавать новый предмет Называется «Разговор о важном» Он предполагает занятия, на которых детей будут исторически просвещать Прививать им патриотизм, нравственность и нормы экологии В каких классах будут разговаривать о важном и кто будет вести новый предмет Эти вопросы мы адресовали специалисту Это будет 34 часа Уроки будет проводить классный руководитель по понедельникам После поднятия флага Российской Федерации Что будет с детьми обсуждаться на этих уроках Есть такие мероприятия, которые связаны с юбилейными датами Например, в этом году это 165 лет Циолковскому День матери, День отца, День победы 110 лет с дня рождения Михалкова будем праздновать в этом году День земли, День труда и так далее И еще об одном новшестве Поднятии государственного флага в школах В некоторых образовательных учреждениях Барнаула Уже приступили к репетициям церемонии С сентября это будет еженедельный ритуал Но как к нему относятся горожане Мы спросили у барнаульцев на улицах города Положительно, очень хорошо отношусь Но патриотизм, дети должны знать, в какой стране они живут Потому что очень важно Мы никак не относимся, это к нам никакого отношения Положительно Почему? Потому что это традиция должна быть Это прививание молодому поколению любви к своей родине Хотя бы с этого начать надо Ну я считаю, что это лишнее Почему? Не знаю, мое мнение такое Что я бы не хотел этого Просто для какой цели это все делается Ребятишки этого не поймут Мне кажется А взрослым это не надо Я думаю, что нужно Нужно понимать, в какой стране ты живешь Я думаю, даже без политики Просто культ флага в любой стране есть Почему-то турки любят свой флаг И в каждом городе висят огромные А в России мы как-то его стесняемся Так что мне кажется, что да У меня дети в школу не ходят Честно, вот он у меня пойдет в первый класс Я считаю, что это глупо Потому что у меня нет возможности пораньше его водить Мне кажется, это лишнее Слишком много, большая нагрузка Начиная с первого класса у детей Думаю, это каждый будет для себя сам решать Для каждого Кого-то надо это, кому-то не надо Дети сейчас такое поколение растет, понимаете Вот им как бы сильно ничего не надо Но они хотя бы должны знать, что они живут в этой стране Что как бы мы должны гордиться этим Я жду, у меня что-то мурашки Ну я не знаю, мне кажется, что это очень нужно Алтайским педагогам с октября обещают поднять зарплату По словам чиновников, это не первое повышение за этот год В целом вознаграждение учителей должно вырасти на 14% Об этом рассказали на Большом педагогическом совете, который на днях прошел в Барнауле Обсудить новшества в образовании собрались педагоги края и представители всех уровней власти, включая федеральный В онлайн-обращении министра просвещения России, которым и открыли встречу Ключевая мысль посвящена указу президента о том, что 2023 год официально станет годом педагога и наставника Что позволит повысить статус представителей этой профессии С 1 сентября перечень бумаг, которые должен заполнять учитель, будет строго ограничена Кроме того, уже поставлена точка в дискуссиях о предоставлении учителям так называемых образовательных услуг Это понятие исключено из закона об образовании Что в корне меняет отношение к педагогу Подчеркивает значимость, возвышенность его миссии Иными словами, учитель теперь не просто специалист, который оказывает услуги А представитель привилегированной профессии, призванный обучать, воспитывать и наставлять Другой важный момент, который обсудили на совещании кадры для школ Привлекать и удерживать учителей в образовательной среде намерены зарплатой С июня этого года ее уже повысили на 10% и ожидается новая надбавка Предусмотрены средства на еще одно плановое повышение заработной платы С 1 октября на 4% с 1 октября текущего года С нового учебного года педагогам края будет осуществляться оплата за наставничество А также вводится доплата для студентов старших курсов, которые работают в школах В новом учебном году в школы Барнаула придет более 10 тысяч первоклассников По словам губернатора края, учреждения полностью укомплектованы современным учебным оборудованием В текущем году мы с вами реализуем большую работу по капитальному ремонту 90 наших общеобразовательных школ Из краевого и из федерального бюджета на эти цели выделено около 3 миллиардов рублей Улучшение материально-технической базы, новые образовательные центры, решение вопроса кадров Эксперты считают, что на проблему в образовании давно нужно было обратить внимание И важно, чтобы первые шаги в этом направлении, подчеркивают специалисты, стали фундаментом для последующих полезных преобразований Мария Мацаева, Александр Антропов, День с толком О вузах края подводят итоги первой и единственной в этом году волны поступления Вместо второй объявлен дополнительный набор на менее востребованные специальности Многие абитуриенты, уже зачисленные в вузы, рассказывают о том, что столкнулись с рядом сложности при поступлении в этом году Причем среди них есть и вовсе удивительное Они перечеркивают прежние заслуги школьника, такие как золотая медаль и аттестат с отличием Почему? В специальном репортаже Анары Шагировой Первая и единственная в этом году волна поступления в вузы уже завершилась 9 августа вышли приказы о зачислении на программы бакалавриата Те, кто еще не поступил, в зависимости от университета, могут успеть на бюджет в дополнительный набор А уже тем, кто поступил, есть о чем рассказать, например, о нововведении этого года Подачи документов в дистанционном формате через портал госуслуги Для поступающих в другие города такая возможность казалась только на руку Чтобы подать документы на программирование в московский вуз, рассказывает Барнаулиц Андрей Габов Несколько раз лететь в столицу не пришлось Представляющие я подавал через госуслуги, и через них есть возможность подавать оригинал Ты сначала подаешь заявление, и после заявления ты подаешь согласие о зачислении Можно подать через госуслуги дистанционно Но это все-таки электронная система, которая может вызывать ошибки Поэтому я все-таки ездил лично, подавал При личной подаче никаких проблем не возникло Ошибки, рассказывают в приемных комиссиях барнаульских вузов, были вызваны тем, что система подачи документов через госуслуги тестировалась, будучи в рабочем режиме Из-за этого данные иногда прогружались несвоевременно, отчего у поступающих была паника, когда они не видели себя в списках Сыграл роль и человеческий фактор Дети легко относятся к манипуляциям, которые они совершают на госуслугах Они все-таки еще неопытные в этом отношении И часто они путают кнопки, допустим, кнопку отозвать согласие на зачисление Они путают кнопкой отозвать документы из вуза И получается, что он свою волю выразил, документы из вуза отозвал Обратно их очень чрезвычайно сложно вернуть Девочка пришла в последний день Принесла к нам оригинал Саявление у нее было подано через госуслуги Она принесет оригинал, подает согласие на зачисление Дальше едет домой, садится, по-моему, в электричку И решает отозвать все заявления из других вузов И случайно отзывают, в том числе и из нашего То есть у нас лежит оригинал, у нас лежит согласие А с госуслуг приходит информация о том, что заявление отозвано Мы понимаем, что это ошибочно, но сделать мы ничего не можем В целом же по приему документов ничего по сравнению с прошлым годом не изменилось Рейтинг, как и раньше, выстраивался по результатам ЕГЭ Школьный аттестат с отличием или золотая медаль так и остались бонусом, но не привилегией В каждом университете ее оценивают разным количеством дополнительных баллов при поступлении 10 максимум, но и они не всегда выручают отличника Так хорошист Андрей поступил на бюджет, а вот его одноклассникам-отличникам повезло меньше Проблемы были именно с тем, как они в целом сдали ЕГЭ И даже их баллов, индивидуальное достижение им не дохватило Им пришлось подавать на платное обучение Аттестация с отличием или диплома с отличием, мы дополнительные баллы за это давали И для нас также важно, чтобы абитуриент наш был активным, талантливым Себя проявлял в различных профессиональных олимпиадах, конкурсах, каких-то событиях И при этом, как говорят в приемной комиссии, награды должны быть существенными Так, победа во всероссийской предметы олимпиаде дает возможность абитуриенту поступить вне конкурса Но ее выпускник должен подтвердить результатами ЕГЭ, набрать больше 75 баллов по предмету Дополнительные баллы давали и победы в престижных конкурсах А вот школьные грамоты по танцам и пению вагу, например, почти не имеют веса Золотые значки ГТО при поступлении не учитывались Хотя в том же техническом вузе принесли абитуриенту 3 балла С значками ГТО тоже с прошлого года стало сложно, потому что значок ГТО не просто должен быть значок Там определенный алгоритм министерства предложила, как учитывать возраст, в котором находился ребенок Когда этот значок ГТО был получен, возрастные категории там предусмотрены Достаточно, тоже требует большого внимания, чтобы не ошибиться Получается, чтобы поступить на бюджет в выпускном классе, ученику можно податься в волонтерство Изучать один-два предмета, а не гнаться за красным аттестатом Он, как выяснилось, не гарант того, что вчерашнему отличнику гордости школы Не придется учиться на сбережения или даже кредит родителей Анна Рашагирова, Александр Антропов, День с толком Строительный рынок начал оживать Об этом рассказал на конференции в Барнауле руководитель портала «Единый ресурс застройщиков» Согласны ли с его мнением алтайские застройщики и власть региона в нашем видеосюжете? 2021-й практически все, без исключения застройщики, называют самым удачным за последние годы для строительной сферы После кризиса 2014-го потребовалось 7 лет на то, чтобы отрасль пришла в себя и показала результаты Это и в целом по России и в нашем регионе в том числе В прошлом году, и мне приятно об этом говорить, наши строители сделали рекорд по вводу жилья Больше, чем когда-либо в российской истории с 91-го года 988 тысяч квадратных метров жилья Наверное, мы такие показатели в этом году сохранить не сможем И причин тому немало Одна из основных – взрыв ключевой ставки Он напугал и бизнес, и банки, и население Которое до сих пор занимает выжидательную позицию Люди не торопятся вкладываться Мало кто готов платить ежемесячный ипотечный кредит в размере 30-35 тысяч рублей Самая главная проблема у застройщиков, потому что впереди всего продажи Хорошие продажи – это и хороший ввод, и все остальное Это ипотека и так далее На сегодняшний момент в целом в России продажи просели на 30-40% Это сегодняшняя тематика по сравнению с среднеизвешенным уровнем продаж в 2021 году Это надо восстановить, показатели надо вернуть в тот уровень, в котором он был По словам московского гостя, восстановиться поможет ипотека Сейчас она становится доступнее К тому же, по его словам, доходы граждан, если и снизились, то незначительно Между тем, далеко не все разделяют оптимизм москвичей Это ситуация, когда сегодня банки дважды получают прибыль А застройщики сегодня в ситуации находятся, когда они не могут Вы сами приводили сегодня пример Не снизить цену, чтобы увеличить количество продаж Тем самым как-то свою ситуацию поправить Поэтому вот эта ситуация, ее надо решать на уровне Российской Федерации Если мы не решим, то мы придем к кризису, еще раз говорю, мы потеряем застройство Останутся у нас единицы, а с рынка уйдут застройщики Как известно, Центробанк и президент России против досрочного раскрытия скроу-счетов Москвичи считают, что неким выходом для застройщиков могли бы стать бридж-кредиты Правда, со ставкой не более 1 или 2 процентов Напомним, сейчас такой кредит выдается на короткий срок Правда, под повышенный процент, чтобы тем же застройщикам Сдвинуться с мертвой точки и решить финансовые проблемы В этом случае банк разделяет риски застройщикам А что касается ближайших перспектив, то строить в нашем регионе, конечно, будут Но вернуться к темпам прошлого года пока не получится Сколько домов вы собираетесь заложить в 2022-2023 годах? И больше это или меньше, чем было, скажем, в предыдущие годы? Ну, приблизительно у нас в строительстве порядка 15 домов Но в пределах 8-10 домов мы будем постоянно вести То есть, ну, снижение на 30% будет Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком Так почему жители России и нашего региона сейчас все еще не торопятся Вкладывать свои средства в недвижимость? Сколько времени потребуется на восстановление строительной сферы? И когда ипотечная ставка вновь будет снижаться? Своим мнением на этот счет поделился наш московский гость Руководитель портала «Единый ресурс застройщиков» Кирилл Холопик Больше всего людей пугает именно турбулентность То есть, взрыв ключевой ставки, это, конечно, очень сильно напугал и бизнес, и банки, и граждан То есть, многие вот просто заняли позу такую выжидательную Ну и до сих пор процентов 30 И бизнес, и население занимает выжидательную позицию То есть, все-таки ждут, куда развернется ситуация Но это всегда так Вот в 2008 году так было, когда ключевая ставка взлетела В 2014 году так было То есть, после этого целый год большое число населения, например, просто выжидали Был такой называемый отложенный спрос Люди не могли купить жилье, в принципе, но выжидали То есть, смотрели, а что же будет дальше? Вдруг цены упадут, вдруг еще что-то произойдет В целом, рынок довольно стремительно восстанавливается Вот, и мы, если после 2014 года восстановление рынка заняло 7 лет То сейчас мы ожидаем, что буквально год и рынок восстановится То есть, и дальше пойдем теми же темпами наращивать объемы строительства И наращивать все остальные показатели Нет никаких сомнений, что ключевая ставка понизится в сентябре месяце дальше Потому что идет дефляция в стране За последние три месяца цены подешевели в среднем стране на 1% Кстати, а стройматериал на 5% Нет, мы говорим о первичке? Нет, мы говорим в целом, да Поэтому ключевая ставка, скорее всего, будет понижена Ипотека будет более доступна Ну, это означает, что будет стимулировать Да, поздорвусь Это будет стимулировать рост продаж, конечно же С этой недели в Барнауле можно купить единые школьные и студенческие проездные Тарифы школьные для школьников из малообеспеченных семей и студенческие Начнут действовать с 1 сентября Речь идет о городских автобусах, троллейбусах и трамваях Которые работают по регулируемым тарифам Напомним, установить единый проездной билет для школьников и студентов Поручил глава города Вячеслав Франк По его мнению, единый проездной станет хорошей мерой поддержки учащихся Особенно на период реконструкции моста на новом рынке По проездным билетам, как и ранее, школьникам и студентам Предоставляется неограниченное количество поездок в течение календарного месяца Приобрести карты можно в киосках Лига Пресс и Роспечать Для получения и пополнения транспортных карт студенту необходимо при себе иметь студенческий билет и документ, удостоверяющий личность Школьнику необходимо иметь справку об обучении в образовательной организации и документ, удостоверяющий его личность или личность законного представителя Школьнику, чья семья признана малоимущей, дополнительно при себе необходимо иметь справку из органов социальной защиты о признании семьи малоимущей Карту на ребенка из малоимущей семьи можно получить только в самом Центр Трансе. Еще одно уточнение, которое касается уже студентов. На единый проездной могут рассчитывать молодые люди, которым не исполнилось 24 года. Важно обучаться на очной форме и только в учреждениях Барнаула. Добавим тем, кто уже пользуется электронными транспортными картами, школьный для школьников из малообеспеченных семей, студенческий. Менять их не нужно, их нужно только пополнить. Стоимость активации не изменится. Тариф студенческий 650 рублей, школьный 550, для школьников из малообеспеченных семей 400 рублей. Отметим, на автобусах, которые работают по нерегулируемым маршрутам и где нет льготного проезда, действие проездных не распространяется. Шумных водителей предложили штрафовать на 100 тысяч рублей. Такую инициативу выдвинули депутаты Госдумы одной из фракций. Сегодня для таких водителей уже предусмотрен штраф, но почему тогда любители пошуметь продолжают гонять по Ленинскому проспекту? Почему они не боятся наказания и кто следит за скоростью звука? Тему продолжит Ирина Корчагина. Проспект Ленина – главная точка притяжения барнаульских суетологов. Если погулять здесь минут 10-15, можно самому услышать и увидеть, сколько ревущих машин проезжает мимо. Судя по всему, штрафы никого не пугают, да и самое главное, вряд ли вообще здесь кого-то штрафуют. Два года назад депутаты Госдумы от Краснодарского края вообще предлагали лишать прав за шумную езду, ведь водители осознанно идут на нарушения. Чтобы оглушать прохожих, они переоборудуют свои машины, но очевидно, лишение прав мера слишком жесткое. Накануне уже другие депутаты Госдумы вышли с новой инициативой увеличить штраф за ревущий авто до 100 тысяч рублей. Сейчас этот штраф в десятки раз ниже – всего 500 рублей. Музыку я чисто для себя включаю. Ну, то есть, ну, не так, да, чтобы это слышали все? Ну, чуть-чуть, чтобы слышали хотя бы. Вот такие бесят, вот такие. Серьезно. Ну, я считаю, что если гулять, например, с девушкой, атмосфера здесь совсем другая, не для этого. Мы думаем, они смешаются. А вы когда-нибудь смогли бы встречаться с парнем и ехать с ним в одной машине, если бы он был таким? Нет. Нет, категорической – нет. С такой музыкой езду только на каких-то непонятных машинах, очень странных. Такая проблема есть и в других городах. В Алтайском Заксобрании сейчас следят за практикой соседних регионов. Ведь какой штраф ни вводи, даже до 100 тысяч рублей, на деле работать он не будет. Специалисты говорят, проблема в правоприменении. По сути, сегодня можно привлечь к ответственности только тех водителей, которые, условно говоря, находясь во дворе, шмут на газ и стоят на месте. А вот измерить шум на том же Ленинском проспекте с точки зрения полномочий правоохранительных органов – задача сложная. У нас есть надежда, что в федеральном законодательстве при принятии нового кодекса административной ответственности были такие комментарии разработчиков, что этот раздел будет включен в раздел хулиганства, и тогда будет легче привлекать к ответственности. Но пока на сегодняшний день тот режим, который установлен, когда эти, по идее, транспортные средства можно лишать регистрации, если действительно они техническое переоружение автомобиля совершили, тяжело очень установить. И не так много привлекает ответственности по этим основаниям. Рано или поздно скорость, кайф и шумная езда к чему-нибудь приведут барнаульских водителей. И если не к большому штрафу и лишению прав, то хотя бы к ранней глухоте. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, Алексей Фризин. День с толком. Продолжается история вокруг озера Клубничное в Залесовском районе. Там всю погибшую на водоеме рыбу утилизировали, а берега озера очистили. В этом лично убедилась наша съемочная группа. Она же попыталась до конца разобраться в причинах природной катастрофы. Так бобры или люди стоят за обмелением озера и массовой гибелью рыбы? В сюжете Дмитрия Дроздова. С такой картиной жители райцентра столкнулись неделю назад. Местное достопримечательность озера Клубничное, искусственно созданное в 60-е годы, обмелело. Это привело к массовой гибели трех тонн рыбы. А это сегодняшний день. Видим, что рыбу вывезли и, как выясняется, закопали на местном скотомогильнике. Потом мы приезжали, уже машина, которая развозит, как его называют, нечистоты. Вот они всю рыбу вывезли, ее закопали. А закопали где? Ну, это где-то там, в стороне совхоза Залесовской. Ну, то есть уже подальше от жилых домов? А там где-то у них, когда скотина сдохнет, тоже где-то закапывают. Откачивать воду не пришлось. Ее уже практически не было на месте Большого озера, в котором когда-то, по словам людей, разводили карпов небольшая лужа. Тут вообще-то красиво, да. Мы приходили даже фотографироваться, приходили отдыхать. Ну, это у нас как отдушина было. Приезжали сюда мы рыбачить, отдыхали. Среди причин осушения озера звучали две главные версии – человеческий фактор и природный бобры. Первое – это якобы следствие сломанной задвижки на плотине. Специалисты считают, что за ее состоянием не следили. И именно по этой причине подобное ЧП случилось в 2020 году. Правда, тогда, по словам очевидцев, рыбы погибло немного. Видите, как получилось? Зеркало воды сохраняло. Здесь, да, небольшой рычаг чутьек, он пробегал. Ну и все, считали, что это навсегда. Мы не досмотрели. Другая версия у многих вызывает улыбку. Мол, недобры оказались бобры. Уровень воды в озере упал из-за того, что водные грызуны построили плотину, тем самым перекрыв ручей, который питал озеро. Но многие экологи считают эту версию фантастической. Скорее всего, это версия самая невероятная. Бобры, как правило, строят плотины. Но чтобы они разрушили, мне такие факты неизвестны. Наиболее вероятно, это действительно или плохо сделанные, то есть мы просто вышли и ломаются все у нас, правильно? Либо действительно, как вы сказали, человеческий фактор в том смысле, что кому-то захотелось этому человеку насолить. С арендатором озера нам переговорить на этот раз не получилось. Был в отъезде. Но известно, что он рядом с озером хотел сделать туристическую зону. Специалисты не исключают, что его планом кто-то просто хотел помешать. Пока не ясно, займется ли он вновь разведением рыбы на озере. Но главное, получится ли ее в принципе теперь здесь выращивать. Нельзя начинать на водоеме рыбное хозяйство, не понять, почему произошла гибель. Для этого досконально водоем изучается. В соответствии с изученной информацией определяется технологическая схема выращивания. Либо это будет однолетний, либо двухлетний оборот, либо это будет селение. Но даже если будет выяснена конкретная причина и озеро вернет себе прежний облик, водоем еще нужно будет включить в реестр водных объектов. Пока он остается бесхозным, на его берегах ничего нельзя строить, объяснили в Федеральном агентстве водных ресурсов России. Подать заявку на включение объектов в список должно региональное профильное ведомство, то есть Министерство природы. И уже после этого специалисты должны изучить озеро. Его дно, прибрежные защитные полосы, зону потопления и многие другие критерии. Здесь речь идет только о том, что если есть сведения об государственном водном реестре, значит данный водный объект может быть предоставлен в пользование для тех или иных целей. При этом в Краевом министерстве природных ресурсов нам пояснили, что не в их компетенции подавать заявки и включать озеро в реестр водных объектов. Сотрудники ведомства добавили также, что ждут результатов расследования, которое проводит межведомственная комиссия. Если виновными будут признаны не животные, а люди, последнюю ждет уголовная ответственность. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. На этой неделе дан старт осеннему кэшбэку. О возврате денежных средств за отдых внутри страны объявил премьер-министр России Михаил Мишустин, находясь в Горном Алтае. Как восприняли новость туроператоры нашего региона? И ждут ли они наплыва туристов из европейской части России осенью и зимой? Об этом моя коллега поговорила с Натальей Белоусовой, членом правления Алтайской региональной ассоциации туризма. Есть ли что предложить туристам у нас здесь на Алтае осенью? Сколько таких программ и насколько они разнообразные? Ну, конечно, осенью туристам... На Алтае всегда есть что предложить туристам. Осенью особенно, потому что это прекрасный сезон, когда, во-первых, поток туристов снижается, есть возможность для созерцательного туризма, ну и, конечно, оздоровительных программ, потому что у нас мы не только экскурсионный туризм, но и здравница. Это курорты наши, санатории и просто оздоровительные СПА-программы на базах и отелях. Поэтому спрос на осенний туризм есть. По вашим оценкам, насколько востребованным может оказаться вот в этом году отдых на Алтае? Есть какие-то уже заявки? Конечно, заявки есть. Отдых на Алтае востребован. Ну, насколько покажет, конечно, этот этап программы, потому что не очень большая продолжительность этой программы, всего две недели. И, конечно, это время, которое вот конец августа, начало сентября, может быть, как бы понизит какой-то спрос. Но, тем не менее, мы прогнозируем, что интерес к этой программе будет. И даты путешествия, они также популярны. То есть это с 1 октября по 25 декабря туристы могут путешествовать. То есть это весь осенний сезон. Это и санатории, места в санаториях, это и какие-то экскурсионные программы, просто релакс-отдых, например, на какие-то выходные, праздничные дни и так далее. То есть выходные, праздничные дни, допустим, это даже если несколько дней, то это тоже будет с кэшбэком, да? Это будет с кэшбэком. Это без разницы, какое количество дней? Да, это будет с кэшбэком. Единственное, что на этом этапе, это будет 3 ночи. То есть вот туры прям выходного дня, 3 дня, 2 ночи, они выпадут из этой программы. Но многие люди, которые едут на Алтай, они в любом случае планируют более длительную продолжительность. Поэтому 4 дня, 3 ночи, это тоже практически тур выходного дня для тех, кто едет из дальних регионов. Поэтому я думаю, что будет пользоваться спросом. Давайте напомним, с какого числа, по какое можно приобретать эти путевки, чтобы потом получить кэшбэк? Да, данная программа стартует 25 августа. Можно сказать, что стартует прям с самого утра, потому что по нашему времени она начнется в 3.59 утра. То есть можно прям проснувшись уже участвовать в этой программе. И закончится она 25, ой, закончится 10 сентября, извините, пожалуйста. А путешествовать можно до 25 декабря. То есть если кто-то 11 сентября, он уже в этот кэшбэк не попадает? Да, да. Но 11 сентября также по нашему времени до 3.59 можно еще успеть, если кто-то ночью будет еще бронировать. Но 11 уже все, программа закончится. Конечно, есть оговорка в этой программе, потому что бюджет выделен на программу ограниченный. Поэтому были такие варианты, когда, например, на определенном этапе эта программа заканчивалась из-за того, что все выделенные денежные средства, они заканчивались. Поэтому если кто-то планирует участие в этой программе, рекомендуем участвовать очень активно прям в первые дни. Смотрите, сейчас вот уже звонят, интересуются. Конечно, очень. У нас есть те туристы, которые ждут старта этой программы, выбрав уже тур, то есть они готовы к покупке, то есть определились, выбрали тур и готовы участвовать в этой программе. К примеру, да, вот тур сколько стоит и сколько люди заплатят? Вот какой-то такой, которым уже сейчас интересуется. Ну вот смотрите, если мы говорим про комфортный семейный отдых на Алтае, то мы говорим о комфортном размещении для семьи от 6 тысяч в сутки. Да, соответственно, за три ночи это будет около 20 тысяч рублей. Плюс дорога, то есть 30 тысяч рублей – это, можно сказать, тот какой-то минимум комфортного отдыха для семьи. Соответственно, вместо 30 тысяч рублей семья заплатит 24 тысячи рублей. Каким в целом, если мы говорим уже о завершении, допустим, летнего сезона, каким он выдался? Ну, для наших туроператоров был ли он удачным? Ну, этот сезон был удачным, потому что, во-первых, все было ровно, никаких каких-то особых потрясений не было. Во-вторых, интерес к Алтаю растет с каждым годом. И в этом году особенно, конечно, это связано и с общей ситуацией в стране, и к росту популярности Алтая среди других туристов. Потому что туристы, которые первые приехали и очаровавшись нашими местами, нашим сервисом, они возвращаются и рекомендуют. Поэтому Алтай – это уже, можно сказать, какой-то определенный бренд. И, соответственно, он работал в этом году очень активно. Загрузка была очень плотная и у средств размещения, и у туроператоров, и у экскурсионных компаний. Потому что до сих пор мы сейчас уже готовимся к зимнему сезону, и многие наши компании, наши партнеры говорят, вы знаете, мы еще в лете, такого лета не было, то есть лето можно умножить на три. То есть настолько был высокий спрос, и очень много туристов, которые к нам приехали. Вот в связи с этим нашим туристам местным алтайским будет хватать мест на наших курортах. Потому что мне кажется, что сейчас с увеличением спроса туристов европейских становится все меньше возможностей у наших алтайских туристов отдохнуть. Вот тут рядышком, недалеко от дома, скажем так. Ну, у нас средств размещения крайне много, очень много. Конечно, есть какой-то дефицит комфортного отдыха. Поэтому туристы, которые привыкли к определенному уровню комфорта, но они привыкли и заранее планировать свой отдых, потому что они планируют свои путешествия за определенное время. Поэтому раннее бронирование, акции раннего бронирования, они сейчас набирают наибольшую популярность. Насладиться отдыхом можно еще успеть и до конца лета. С сегодняшнего дня в наш регион возвращается тепло. Холодная осенняя погода, которая держалась всю эту неделю, покидает нас, заверяют местные синоптики. Воздух уже начал прогреваться. В дальнейшем постепенно идет тенденция на потепление. И уже со вторника и до 26 августа температура воздуха в дневные часы в крае будет колебаться от 20 градусов по северным районам и до 28 градусов по южным районам. В Алтайском гидромедцентре отмечают, что обычно в августе температура несколько выше норма. Такой холодной первой половины летнего месяца бывает нечасто. В последний раз подобной была погода 5 лет назад, в 2017. Но и тогда, и сейчас прохладу сменили теплые комфортные деньки. И на этом у меня все новости. Такой была уходящая неделя глазами корреспондентов телеканала «Толк». Я же желаю всем отличной погоды не только на улице, но и в доме. Напоминаю, также телефон нашей редакции 205-545 через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Продолжение следует...